да нам такого даже зачем они это создали для чего я даже я понять не могу вот скрытая удивительно но в последнее время по всему миру что-то происходит необычное открываются какие-то страшные и необычные портал и мы с вами друзья пытаемся как-то это закрыть но как мы закроем если мы видим ужасающие дела давайте все-таки разберем а вы друзья не поторопитесь поспешите поставить лайк или хотя бы подписаться в общем тема такая что мы с вами не представляем что вообще происходит и кто за этим стоит но есть множество людей которые просто скрывают правдивость ведь каждый из нас не понимает откуда все это берется ведь люди на самом деле скрывали много тысяч лет до нашей эры и так далее ведь мы находим очень огромные раскопки и необычные события которые на самом деле мы видим мы даже не представляем что нас в школе обманывали и военные которые пытаются как-то засекретить какие-то необычные объекты автомобилях перевозят какую-то секретную объективного действия и люди все-таки верят верят что скажет по телевизору но давайте все-таки разберем я часто вижу необычные моменты которые пытаются как-то скрыть вот например последнее время какие-то спиральные объекты нло стали появляться над городом и даже над деревнями и суть в том что начинают говорить о том что это фейк это ракета нового поколения россии представляете и тут запускается этот необычный спиральный объект именно в норвегии потом во франции в сша вы что хотите сказать российские войска запускают ракеты все нет конечно это друзья скорее всего объекты нло которые телепортируются с скоростными каким-то двигателями или что-то похоже на энштейна матрицу которая пытался раскрыть тайну порталов да это необычно в последнее время мы видим гигантские неопознанные летающие объекты и ведь мы считаем что это все таки должно быть но на самом деле мы даже не представляем что эти объекты на самом деле вокруг нас все люди конечно понимают прекрасно что это фейк неправда это не так должно быть ведь мы живем под а ракетным куполом который какой-то объект или метеорит или астероид бы прилетел и уничтожил но давайте все-таки вернемся мы на землю за последние там 100 лет 200 300 никакой не метеорит гигантский не астероид не какие-то другие объекты не падали на землю знаете почему а это невозможно это невозможно потому что дилемма делится на множество разных событий кто-то утверждает что мы живем под куполом кто-то утверждает что мы живем вообще не на земле на каком-то можно сказать механическом роботе кто-то вообще говорит что мы с вами просто-напросто находимся в другом мире в матрице и здесь все нереально до воспоминания работает но это не так но как это объяснить совсем в другую точку давайте все-таки разберем если мы жили даже в матрице допустим множество людей наверно так и думают потому что они иногда повторяют свой день каждый день но вот кое-что интересное допустим в матрице мы не должны чувствовать более правильно а мы чувствуем матрицы мы должны перемещаться не пешком а я думаю наверное крыльями которых нету человека и в матрице мы должны видеть все не так как и должно быть да вы много можете смотреть в интернете какие-то видео и так далее но есть и другая сторона которая вам должна прекрасно понимать каждая структура нашей планеты вот например один из этих моментов которые часто пытаются скрыть это объекты на а может они вокруг нас летают и создают матрицу это друзья целые гигантские золотой объекты нло чистые золото вы даже этого не знали ведь вам никто не скажет и не покажет не докажет ведь мы с вами просто-напросто играем гигантскую игру которая называется фейк возможно все мы с вами даже люди фейки но на самом деле играет еще одна сторона которую вы должны прекрасно понимать наша планета не такая и добрая не такая немолодая как всем вам говорят и не такая друзья хорошая ведь раскопки показывают иначе и история которая придумана также иначе ведь политологи ученые военные и даже правители скрывают самую интересную но иногда у них это не получается и они просто-напросто не подумав несут всякую интересную фигню ведь мы с вами прекрасно понимаем что наша планета скрывает не только какие-то артефакты но и древние древние артефакты которые могли изменить нашу будущее уже бы наверное с вами уже летали бы на каких-то космических кораблях или мы могли без всякого топливная фильтрации ездить на автомобилях и так далее 5 10 но вот что самое интересное происходит за последнее время я посмотрел очень интересную структуру что объекты нло как их называют нападали на военных представляете особенно на корабли вертолеты самолеты и дрот и даже на танки вопрос зачем они это делали почему они нападали на военную технику конечно вы сейчас будете говорить что это защита или нападение ведь никто не знает что военные перевозят в контейнерах ведь последнее время даже были замечены гигантские самолеты перевозили из одной точки в другую какие-то интересные артефакты но по и мнению эти артефакты принадлежали людям а каким-то инопланетным существам и поэтому они нападали на самолеты конвой и так далее ведь мы с вами просто живем в таком мире где неважно что произойдет за несколько времени с тобой с ним и так далее я не хочу друзья вас напугать ведь множество людей даже не представляют в какую игру они начали играть ведь каждая игра называется жизнь мы с вами видим необычные объекты необычные порталы и необычные корабли которые открывают в другой мир ведь каждый из вас будет вспоминать этот день иначе ведь нам готовят какие-то вторжения объекта фенолона землю на землю ведь мы ждем когда наша земля и рассыпется или развалится и это друзья нам говорят по телевизору представляете но вот это я точно не ожидал но подумайте сами правда это или нет и то что мы с вами видим закроется одним хлопком ставьте лайк подписывайтесь на я с вами друзья прощаюсь